Здравствуйте, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухтай, вы смотрите рубрику «Пульс-трейнка» с Марией Кухтай. Свежий обзор для вас на предстоящую торговую неделю. Ребят, будут свежие торговые рекомендации, но прежде я бы хотела напомнить о том, что данное видео выходит для моего YouTube-канала в воскресенье, 18 июня, и будет продублировано для YouTube-канала «Компания Маркет» завтра, в понедельник, 19 июня. Ну что ж, прежде чем мы с вами перейдем к анализу текущей картины по основным финансовым инструментам, я бы хотела в двух словах сказать о том, что рынки, особенно валютный рынок, криптовалютный рынок, Ребят, рынки сейчас в движении, если рынки в движении, значит, ситуация не торговая на текущий момент, поэтому я бы советовала по валютному рынку, по криптовалютному рынку подождать свежих формаций подтверждающих, и уже тогда можно будет заходить в сторону потенциально защитных движений, которые сформировались на прошлой торговой неделе. Но давайте все по порядку. По порядку сначала мы с вами начнем сегодня с рынка металлов, потому что по золоту и по серебру у нас сформировалась и подтверждается отличная лонговая картина. Я уже для своего ютуб-канала на прошлой торговой неделе в четверг записывала видеообзор, в котором рекомендовала открывать покупки по данным инструментам. Вот, ребята, это видео. Если еще не смотрели, посмотрите. Но, в принципе, сегодня торговые рекомендации будут актуальны, то есть я продублирую те торговые рекомендации, которые давала у себя на ютуб-канале в четверг. Почему? Потому что пятница у нас подтвердила лонговые перспективы как по золоту, так и по серебру. Серебро уже, в принципе, растет в моменте, то есть пятница уже по серебру закрылась в зеленой зоне. Те, кто покупал по моему торговому публичному прогнозу, да и не только публичному, в закрытом канале тоже давала торговый сигнал на покупочку серебра. И сейчас, если вы покупали, вы уже в хорошем плюсе, то есть локально себя идея отрабатывает. Тем не менее, давайте посмотрим, что дальше, что дальше и какие перспективы у нас текущие по золоту и по серебру. И начнем с золота. По золоту у нас происходит длительное удержание откатной зоны поддержки в районе 19.40. Ключевая поддержка – минимумы остановки снижения, то есть того снижения, которое произошло в прошлом месяце в мае. Такое хорошее импульсное снижение, но тем не менее, если проанализировать ситуацию комплексно, если проанализировать ситуацию с позиции тренда, а тренд по золоту у нас среднесрочно восходящий, то можно увидеть, что уже сейчас у нас рисуются локальные предпосылки для того, чтобы определить текущую картинку по данному металлу как разворотную формацию в сторону основной восходящей тенденции, которая присутствует сейчас у нас по золоту за последние, ну, больше чем полгода, потому что начиная с ноября месяца у нас начался отличный такой восходящий тренд, на котором можно было неплохо заработать. Кто смотрел мои обзоры и смотрит мои обзоры уже регулярно, да, то есть я еще зимой публично рекомендовала работать на покупку по золоту, и на этом тренде можно было замечательно заработать, ребят. Что сейчас? Я считаю, что снижение по золоту, которое произошло в месяце мая, это коррекция, коррекция на восходящем тренде. То есть нужно ждать окончания коррекции, и я думаю, что это время уже пришло, сейчас мы уже видим окончательное такое формирование разворотной формации по данному металлу, разворотной формации в сторону основной лонговой тенденции против краткосрочной шартовой тенденции, образовавшейся в прошлом месяце, с перспективой на обновление максимумов, которые мы с вами видели в мае месяце в районе 20-50. Поэтому моя торговая рекомендация для вас на текущий момент. Открываем покупки по золоту выше откатной зоны поддержки 19-40 в рамках свежей лонговой формации, которая у нас сформировалась за последние несколько торговых недель по данному металлу. Несмотря на то, что есть локальное еще такое в моменте давление цены вниз, тем не менее я считаю, что в силу основной тенденции, в силу локального контртрендового, я имею в виду против шартовой тенденции, против этой тенденции у нас сформировалась уже локальная формация лонговая, локальный лонговый сетап. Поэтому последняя реакция, которая у нас произошла на поддержку 15 июня, импульсный выкуп с таким хорошим закрытием этой дневочки четверга, и пятница у нас еще один новый локальный максимум показала по данному металлу. Поэтому покупки открываем с текущих, выше откатной зоны поддержки 19.40, с перспективой на пробитие текущего консолидационного уровня сопротивления 19.70. Следующая цель для роста 19.80 – пробиваем эти зоны и дальше улетаем наверх в сторону основной лонговой среднесрочной тенденции, которая у нас сформировалась по данному инструменту, с перспективой на обновление максимумов прошлого месяца в районе 20.50 и выше. Поэтому, ребят, я считаю, что ситуация довольно интересная, если вы торгуете металлы, особенно золото-серебро. По серебру давайте посмотрим еще картинку. На самом деле по серебру чуть получше даже ситуация, я бы сказала, нежели по золоту, в силу того, что нет локального давления вниз. Вот если по золоту у нас еще консолидация происходит в этом давлении текущем, локальном, то по серебру это давление мы уже сломили в силу формирования нескольких вот таких вот импульсов лонговых. То есть свежие лонговые импульсы, которые у нас произошли за последние две торговых недели по серебру, они сформировали потенциально защитные лонговые движения свежие, после чего мы видим коррекционную зону поддержки, ключевую в районе 23,6, свежая откатная зона поддержки, на которую была реакция в четверг, 15 июня в моменте, вынос коротких стопов, но это не повлияло на ситуацию общую, на картинку общую по данному металлу. Почему? Потому что дневочка закрылась хорошо с поджатием наверх. Посмотрите, закрытие дневки четверга, 15 июня по серебру показал лонговый выкуп, и пятница уже локально мы растем, поэтому кто торговал по моей публичной торговой рекомендации, ребята, также в закрытом канале в своем, вид Мария Кухта давала торговую идею на покупочку по серебру, если вы торговали, если вы покупали серебро, сейчас вы уже в локальном неплохом профите. Тем не менее, текущая картинка лонговая сохраняется, то есть если вы еще не открывали лонги, можете это делать, потому что, в принципе, инструмент еще в рамках набора позиции свежего, то есть сейчас у нас еще и происходит консолидация свежей подтверждения лонговой локальной формации, потенциально защитные свежие лонговые движения, коррекция, перекрытие, коррекции, все предпосылки для того, чтобы открывать покупки по серебру у нас присутствуют. Вот поэтому работаем в лонг по данному металлу от откатной зоны поддержки 23,6 с перспективой на пробитие текущего сопротивления 24,4. Пробиваем это сопротивление, будем дальше уходить наверх. И следующая цель для роста – это район 26, максимум месяца мая и максимум месяца апреля. То же самое, как и по золоту, у нас здесь среднесрочная восходящая тенденция присутствует по серебру, я считаю, что она у нас еще не закончена, и в сторону этой тенденции дальше будет двигаться серебро, поэтому можно определить и перспективу на обновление текущих максимумов прошлого месяца, месяца апреля, в силу наличия тренда, в силу того, что если вот это движение вниз у нас коррекция, то коррекция на восходящей тенденции заканчивается, как правило, обновлением предыдущих максимумов. Поэтому ситуация интересная, текущая ситуация уже подтвержденная. Работаем в лонг по серебру с перспективой на пробитие ключевого сопротивления текущего, которое я обозначила в районе 24,4,24,5. И следующая ценовая зона для роста, и это сопротивление 26. Так, ребят, это были основные торговые идеи, которые сейчас присутствуют по рынкам. Если рассматривать другие инструменты, ну еще можно обратить внимание на нефть марки Brent. Но хочу в двух словах сказать, что по нефти у нас сейчас картинка не показывает хорошие точки входа в силу того, что инструмент находится в локальном движении. Сейчас объясню свою позицию по нефти. Ну давайте сначала рассмотрим ситуацию текущую, которая у нас образовалась по данному инструменту и с позиции трендов, с позиции тенденций. Сначала начнем рассматривать. Значит, по нефти марки Brent у нас долгосрочный нисходящий тренд, ребят. Долгосрочная шартовая тенденция, которая себя уже неоднократно подтверждала, которая себя уже неоднократно отрабатывала. Уже фактически больше, чем год у нас длится и этот тренд. И если сейчас текущую картинку анализировать с позиции паттерна, с позиции формации, то можно увидеть наличие хорошего, во-первых, накопления позиций. Накопление позиций происходило, смотрите, до фактически уже полтора торговых месяца. С начала месяца мая и до текущего момента у нас происходит консолидация по нефти марки Brent. Верхняя граница сопротивления – это район 77,5, нижняя граница поддержки – 72. В этой ценовой зоне инструмент консолидируется, набирает торговую позицию, и это значит, что инструмент формирует бензин, формирует накопление для дальнейшего движения. И наша задача – разобраться, куда же будет это движение. Честно говоря, учитывая характер текущей консолидации, учитывая характер текущего накопления, да и, в принципе, потенциально защитного движения, потому что как защита у нас сейчас выступают только шортовые движения. В силу того, что вот этот импульс лонговый у нас уже был перекрыт еще несколько раз, то есть, в принципе, пока этот импульс сейчас я бы нивелировала на текущий момент. Поэтому основной сценарий остается тот же по нефти, который я озвучивала в прошлый раз на прошлой торговой неделе в воскресенье, ребят, 12 июня. Значит, кстати говоря, 12 июня я вам рекомендовала шортить нефть после закрытия дневочки пятницы 9 июня. Смотрите, у нас здесь была хорошая, неплохая локальная комбинация с давлением вниз, и понедельник показывает шикарный пролив вниз по нефтимарке Брэд. Несмотря на то, что сейчас мы чуть-чуть выкупаемся, я считаю, что этот выкуп – это донабор торговой позиции, то есть, коррекция в рамках текущего давления раз, два текущего давления и основного потенциально защитного шортового движения, которое у нас присутствует по нефти импульсное, начиная с середины апреля и заканчивая началом месяца мая. Шортовый импульс. В рамках этого импульса хорошая длительная консолидация позиций. Да, еще были не готовы на прошлой торговой неделе медведи пробить поддержку в районе 72. Произошел отбой от этого ценового уровня, но несмотря на эти моменты локальные, я считаю, что все-таки формация у нас здесь присутствует шортовое накопление. Это накопление бензина для дальнейшего движения вниз, в сторону потенциально защитного шортового движения, в сторону нисходящей тенденции долгосрочной. Поэтому единственный нюанс, который сейчас не позволяет шортить нефть с текущих, это, смотрите, локальное поджатие наверх. Вот выкуп, который начался во вторник, 13 июня, и закончился в пятницу на прошлой торговой неделе. Этот выкуп нужно перекрыть в моменте обязательно. Будет реакция вниз, возможно, от трендовой линии сжатия, возможно, еще будет тест у нас верхней границы консолидации 77,5. Тем не менее, нужна реакция вниз, а, возможно, из текущих какую-то реакцию нарисуют, то есть уже не пустят цену выше, да, и нарисуют шортовые перекрытия. Это обязательно нужно для того, чтобы дальше работать в шорт. Но, если это мы увидим, можно дальше открывать продажи по нефти марки Brent с перспективой на пробитие поддержки 72, сильный довольно уровень поддержки, но я считаю, что есть все шансы для того, чтобы пробивать эту ценовую зону и дальше снижаться в сторону тренда, в сторону тенденции шортовой. Да, и учитывая характер накопления, перспектива для снижения, возможно, будет среднесрочная, потому что есть бензин, есть хорошая консолидация, с которой я ожидаю импульсного пролива вниз. Смотрите, если будет точка входа по нефти, я либо запишу отдельный видеообзор и опубликую себя на ютуб-канале Мария Кухта Трейдер, либо же напишу пост в своем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер. Поэтому, ребят, подписывайтесь на мой открытый телеграм-канал, и если будет точка входа хорошая по нефти марки Brent, обязательно вас проинформирую. Поэтому сейчас желательно пока не открывать продажи, но перспектива для продаж у нас есть, и в принципе есть подтвержденная хорошая, но точку входа нужно еще локально подождать. То есть перекрытие шортовое ждем, и будем работать среднесрочно в шорт по нефти марки Brent. Так, еще хотела сказать в двух словах свое мнение о биткоине. Биткоин, ребят, по биткоину был вопрос от вас под моим предыдущим видеообзором. Я напомню, что под видео вы можете задавать вопросы по тем инструментам, которые вы торгуете. Обязательно буду отвечать на своих следующих обзорах. Либо же буду делать соответствующие посты в своем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер с ответами на ваши вопросы, то есть буду делать разбор тех или иных инструментов, которые вам интересны, да, в графическом формате и в текстовом формате. Либо же в видеообзорах. Поэтому сейчас по биткоину отвечу в видео. В силу того, что много вопросов о биткоину, ребят, ну смотрите, на самом деле еще несколько дней назад на этой консолидации я своим подписчикам в закрытом канале рекомендовала работать на продажу по биткоину с перспективой на пробитие поддержки 23400 и ниже, что и случилось локально. То есть импульс вниз был 14 июня, да, хороший такой импульсный пролив вниз, после чего такая произошла обратная реакция, резкая обратная реакция, выкуп наверх. Что это значит с позиции формации, с позиции трендов и с позиции накоплений сейчас разберем. Ну, во-первых, если говорить о тенденции, то по биткоину все-таки как основной импульс, как основной сейчас тренд выступает лонговый тренд, лонговые импульсные движения, которые начались еще с начала текущего года и продолжались, как вы видите, на графике до середины апреля. Уверенная лонговая среднесрочная тенденция. Дилемма по биткоину на текущий момент заключается в том, чтобы определить вот это снижение, которое началось в середине апреля, уверенное импульсное снижение. Можно назвать, значит, свежим защитным импульсом, свежим защитным трендом для дальнейшего движения или нет? Или же это коррекция на основном лонговом тренде, на основной восходящей тенденции? Вот это и есть главный вопрос, который сейчас стоит, значит, если анализировать график биткоина. Потому что на самом деле правильно определена защита дает очень большой процент отработки дальнейшего направления, дальнейшего движения. Если как потенциально защитное движение все-таки рассматривать среднесрочный тренд, среднесрочный лонговый тренд, восходящий тренд, движение вниз, это коррекция, то нужно будет искать разворотную формацию на покупку. В силу того, что сейчас у нас произошла какая-то локальная реакция на откатную зону поддержки 25400, реакция довольно импульсная, возможно, дальше по биткоину доформируют быки торговую позицию для лонгов. Но что нам для этого нужно? Нам для этого нужна локальная лонговая формация, ребят. То есть сейчас мы, конечно же, лонговать биткоин не будем. Во-первых, потому что еще стоит вопрос дилеммы защиты, дилеммы тренда. Непонятно, каким трендом защищаться. То есть либо шартовый тренд, это уже основной сейчас пошел, заходной, либо же это коррекция на лонговом тренде. Если это коррекция на лонговом тренде, нужно будет искать среднесрочные покупки. Если же это пошла шартовая тенденция, будут дальше шарты и довольно сильные. В любом случае, что я делаю вот в таких ситуациях для того, чтобы разрешить вот этот вопрос дилеммы защиты? В первую очередь смотрю на локальную формацию. Есть ли она сейчас по биткоину? Нет, ребят. Сейчас у нас биткоин находится в движении лонговом локальном. Это лонговое локальное движение находится в рамках шартовой краткосрочной тенденции. Это раз. Во-первых, тенденция шартовая. Во-вторых, находимся еще в давлении вниз. Это видно хорошо по трендовой линии зажатия вниз. Сейчас пока я бы охарактеризовала ситуацию по биткоину как нейтральную, то есть не торговую. Но есть неплохие, скажем, шансы для того, чтобы дальше можно было открывать сделки каким образом. Два варианта здесь у нас рисуются. Первый вариант. Подтверждаем свежее лонговое движение в виде правильной комбинации лонговой. Дальше будем двигаться наверх. Если это случится, если покажет биткоин еще один лонговый импульс, в таком случае у нас, скорее всего, уже будет подтверждение лонговой тенденции. То есть мы фактически перекроем вот эти шарты и подтвердим то, что действительно движение вниз – это коррекция на основном лонговом тренде. Это первый момент. Второй момент. Рисуем свежее шартовое импульсное перекрытие вниз, движемся дальше в сторону давления текущего. В таком случае у нас произойдет дальнейшее подтверждение шартов, дальнейшее подтверждение короткосрочной нисходящей тенденции. И мы дальше в перспективе увидим падение биткоина, пробитие поддержки 25400 и дальнейшие шарты. Поэтому, если интересно мое мнение, я бы еще подождала несколько дней. Возможно, у нас нарисуется уже более понятная картинка, более понятная ситуация по данному инструменту. По биткоину, так же, как и по нефти, сделаю пост в открытом телеграм-канале Марии Кухтатреда. Ребят, потому что я знаю, что от вас много вопросов поступают по биткоину, по нефти. Это такие топовые инструменты, которые многие торгуют. Поэтому по этим инструментам сделаю посты, если я увижу точку входа. Если будет точка входа по биткоину, либо по нефти марки Брент, ждите от меня пост в моем открытом телеграм-канале, либо же, возможно, запишу свежий видеообзор. Поэтому подписывайтесь на мои ресурсы для того, чтобы всегда получать от меня как апдейты моих предыдущих торговых рекомендаций, так и свежие точки входа, свежие подтвержденные моменты, которые для вас будут интересны как для трейдеров, как для открытия свежих торговых сделок, так и для сопровождения ваших уже присутствующих позиций, которые вы удерживаете, возможно, среднесрочно, возможно, и долгосрочно. Поэтому все-таки подписывайтесь для того, чтобы всегда быть в курсе основных изменений, которые происходят на графике и которые можно увидеть, используя те моменты, которые, в принципе, я использую в соответствии с авторской торговой стратегией защитных трейдингов. Вы видите важность потенциально защитных импульсов, я неоднократно об этом говорю на своих обзорах. Почему так важно подождать наличие и подтверждение потенциально защитного движения, почему нужно подождать наличие формации, да потому что тогда у нас видна картина, картина не только касательно направления по инструменту, но и касательно точки входа. Можно и контртренд можно торговать, но нужна свежая контртрендовая формация. Что это такое, каким образом я вижу эти формации, каким образом отбираю и так дальше, я все рассказываю на индивидуальных курсах обучения. Потом, ребят, кому интересно, пишите мне в личку, все мои контакты есть под видео, и всю информацию по курсам обучения отправлю вам индивидуально в личку. Так, и давайте еще посмотрим валютный рынок, ребят, быстренько по валютному рынку. Что по валютному рынку? Значит, индекс доллара. По индексу доллара и по евро-доллару, и по доллар-франку, по фунт-доллару, ребят, я делала посты в своем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер. На прошлой торговой неделе я вам рекомендовала открывать сделки на ослабление американского доллара по отношению к другим валютам, таким как евро, фунт, франк. Если вы торговали по моим публичным рекомендациям, если вы торговали по моим торговым сигналам и аналитике в закрытом телеграм-канале, то сейчас вы уже можете быть в замечательном профите. Что дальше? Дальше я считаю, что у нас индекс доллара сохраняет шартовую перспективу. В силу наличия основной шартовой тенденции, которая у нас присутствует среднесрочно по данному инструменту, в силу того, что уже прошли довольно хорошие, довольно уверенные шартовые импульсные движения за последние несколько торговых дней по дикси, поэтому перспектива шартовая, но точки входа нет, потому что инструмент движения, ребят. Если инструмент движения, нужно подождать подтверждение этого движения, для того, чтобы дальше можно было работать в сторону потенциально защитного движения, в данном случае шартового пролива вниз, который произошел за последние несколько торговых дней по индексу доллара. Посмотрите, у меня на моем ютуб-канале Мария Кухта Трейдер еще 13 июня сделала пост о том, что ожидаю рост валютных пар евро-доллар, фунт-доллар, падение доллар-франка. Значит, пост был сделан в публичном моем телеграм-канале. Кроме того, идеи были подтверждены в виде торговых сигналов и торговой аналитики. В закрытом телеграм-канале ВИП Мария Кухта торговая идея по дикси. Смотрите, направление шартовое продажи ниже откатной зоны сопротивления 103.6. Это была торговая аналитика в закрытом канале. И сами видите, где сейчас дикси, как замечательно себя шарты отработали. Посмотрите, какой шикарный пролив вниз в рамках свежей шартовой формации, несмотря на то, что против локальной восходящей тенденции, которая у нас образовалась в прошлом месяце. Дикси продажи себя отлично отработали. Евро-доллар направление лонг, покупки выше коррекционного уровня поддержки 1.07.40. Это тоже торговая аналитика в закрытом канале, ребят. Кому интересно, подписывайтесь. Я напомню, что от недавнего времени в закрытом канале я даю не только торговые сигналы, но и аналитические прогнозы. Фактически ежедневно вы будете получать от меня прогнозы по интересным инструментам. Можно определить направление по инструментам, даже если нет точек ухода хороших. В принципе, направление, если оно понятно, я это пишу своим подписчикам, и это им помогает как удерживать свои среднесрочные позиции, так и торговать внутри дня, потому что на этом и интердей можно тоже неплохо заработать. Евро-доллар шикарно вырос с этого времени, с прошлой торговой недели, 14 июня. Я сделала пост о том, что евро ожидаю наверх, а вот биткоин на продажу, биткоин тоже с меня неплохо отработал. Сигнал по индексу гонконгскому. Тоже локально уже мы зафиксировали с подписчиками 50% позиции, потому что отлично отработка у нас произошла. Так, если интересно, пишите в личку, если интересен доступ к моему закрытому телеграм-каналу ВИП Мария Кухта, пишите в личку обязательно. Все условия для того, чтобы получить доступ к закрытому каналу, я вам напишу и проинформирую вас в индивидуальном сообщении. Вот сигнал по доллар-франку шорт. Ребят, в закрытом канале шорт по доллар-франку. На самом деле шортили еще ранее, но здесь вынесла по безубытку оставшуюся часть, 30% позиции зафиксировала. Оставшаяся часть закрыта по безубытку, перезашла на продажу и зафиксировала 50% позиции на продажу по USDCIF. Почему я сейчас это говорю, ребята? Потому что валютный рынок сейчас не торговый. Валютный рынок уже отрабатывает свои формации. Сейчас на текущий момент непонятно, нельзя спрогнозировать дальше наверх коррекция, либо дальше вниз в сторону давления. Торговать нужно тогда, когда есть подтвержденная формация. Она здесь была по USDCIF замечательная. И вот отличная отработка на продажу. Импульсная отработка. И не только в закрытом канале, ребят, но и в открытом канале, я уже вам показала пост, я проинформировала своих подписчиков о том, что ожидаю роста по евро-доллару, ожидаю роста по фунту, падение по доллар-франку. То есть если вы подписаны на мои ресурсы, вы были в курсе моих прогнозов и могли использовать это в своей торговле и шикарно на этом заработать. Поэтому еще раз, ребят, если интересны торговые сигналы от меня и торговая аналитика, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал ВипМария Кухта и будете всегда получать от меня как торговые рекомендации. То есть если будут хорошие подтвержденные торговые формации, я обязательно даю торговые сигналы. Также и аналитические прогнозы определяют ценовые уровни поддержки, сопротивления, на которые сейчас в моменте нужно обратить внимание по тому или иному инструменту. И еще раз отмечу, что это все вы можете использовать как для сопровождения своих позиций, так и для интердей внутридневной торговли. Также не забывайте подписываться на мой открытый телеграм-канал Мария Кухта Трейдер. Ребят, здесь также буду, во-первых, информировать вас, есть ли будут какие-то изменения по моим прогнозам, которые я даю в видеообзорах. Это первый момент. Второй момент. Здесь я буду отвечать на ваши вопросы по инструментам. То есть вы пишете тикер под моими видеообзорами и уже в открытом телеграм-канале я буду отвечать на ваши вопросы. Либо здесь, либо в следующем обзоре. Так, это второй момент. И третий момент. Здесь тоже много интересной информации, которую вы можете использовать для себя, как для трейдера, так и для себя, как для развития, своего развития в трейдинге. То есть вы можете проанализировать мое понимание рынка, увидеть мое понимание рынка, увидеть, как отрабатываются мои торговые рекомендации. Есть формации, обязательно информирую вас об этом. Если есть хорошие какие-то идеи, тоже буду информировать по нефтимарке Brent и по биткоину. Ждите от меня постов в открытом телеграм-канале Мария Кухтутрейдер, как я обещала. Если сформируются хорошие, подтвержденные, понятные торговые ситуации, обязательно вас проинформирую об этом. Ну что ж, ребят, у меня на сегодня все. Если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте подписаться на мои ресурсы, на открытый телеграм-канал Мария Кухтутрейдер, на YouTube-канал Мария Кухтутрейдер. Подписывайтесь. На YouTube-канале выходят видеообзоры с торговой аналитикой, с анализом основных финансовых инструментов, с рекомендациями торговыми, с разбором моих торговых позиций. То есть все это и не только, а также обучающий контент. Вы будете получать, если подпишетесь на мой YouTube-канал Мария Кухтутрейдер. И в двух словах, ребят, если интересует курс обучения, провожу индивидуальные курсы обучения. Курс обучения — это не только сухие занятия, но это и наставничество от меня. То есть 8 занятий онлайн, индивидуальное общение со мной, плюс наставничество от меня на протяжении полгода, бесплатный доступ в мой закрытый канал сигналов. Все это будете получать, если решите проходить у меня курс обучения торговли на финансовых рынках. Это может быть как валютный рынок, так и криптовалютный рынок, так и фондовый рынок, ребят. То есть те рынки, которые вам интересны, на тех рынках будем рассматривать основные картинки, основные моменты, основные примеры, не только примеры постфактумные, но и живой рынок будем анализировать и искать хорошие точки входа. Ну что ж, еще раз спасибо за просмотр. Ребят, благодарна за ваши предыдущие вопросы и комментарии. Жду от вас свежих вопросов. Если есть вопросы по рынкам, если есть вопросы по инструментам, задавайте, пишите стикеры в комментариях, обязательно отвечу. Либо в следующих видеообзорах, либо в открытом телеграм-канале Марии Кухтутрейдер. Буду делать посты с ответами на ваши вопросы. Жду свежих вопросов. Пишите комментарии. Жду свежего фидбэка, отзывов, ваших реакций. Всем хорошего дня, прибыльной торговли и до скорой встречи.